Всем привет, друзья! С вами Болторез, и мы продолжаем расследовать убийство короля Ревинии, нашего батя. И я не играл в эту визуальную новеллу несколько дней, потому что выходили другие игры, я, так сказать, бросил все силы на них. Поэтому, может быть, здесь что-то я уже подзабыл, хотя и в прошлой серии не особо и привык еще к этим персонажам. Ну, ладно. Несколькими годами ранее. Годами же, правильно? Ты стоишь около одной из колонн тронного зала. Входит леди Ролан и приветствует тебя, склонив голову. Прекрати, Рейна. Я неоднократно говорил тебе, что ты можешь относиться ко мне как к другу. А учителя все детство говорили мне другое. Почему мы встретились именно в тронном зале? Наша беседа вроде бы должна быть приватной. Не знаю, какое место могло подойти лучше. Мне нравится тронный зал. О приватности не беспокойся. В такое время сюда никто не придет. Я в любом случае не имею права спорить. Так что ты хотел обсудить? Рлина, что ты планируешь делать со своей жизнью дальше? Не поняла. Ты теперь глава влиятельного и богатого рода. Волею ужасных событий, но это так? Как ты планируешь распорядиться этой властью? Да, глава рода, который закончится на мне. Больше никому времени не носить фамилию Ролан. Не могу ответить на твой вопрос, ибо за последнее время задавала его себе множество раз, но так ни к чему и не пришла. Тебе всегда было безразлично благополучие простых людей. Не так ли? Не хочешь войти в Королевский Совет, как уста народа? Я ведь могу это устроить, тем более, что место сейчас свободно. Для меня подобное было бы большой честью, но не будет ли против? Кто? Вальтер Вайн? Его забыли спросить. Тогда я буду счастлива. Что я должна для этого сделать? Касательно твоих обязанностей, совсем ничего. Однако, ну, я и не надеялась, что место в Совете может достаться мне просто так. Что ты хочешь взамен? Эрлина, вы с моим сыном дружите с самого детства. Понятно. Мог с этого и начать. Неужели нет других кандидаток? Например, у Вальтера есть дочь? Не смешно. Тогда две дочери. Слишком большая разница в возрасте. Это и не важно. Моему сыну должна достаться самая завидная партия в Королевстве. Другое я не приму. Что насчет Лиди Лессинг? Лессинг? Это ты мне сейчас предложила женить своего сына на Изабелле? А что с ней не так? Статус? Хоть ее отец и сидит в Королевском Совете, но этого недостаточно. Сама леди должна хоть что-то из себя представлять. Кому-то вроде моего сына нужна самая лучшая невеста. Ему нужна ты. Ты понимаешь, в какой период моей жизни предлагаешь мне это? Я только закончила уборку в комнате брата. И мне очень неудобно говорить об этом с тобой сейчас. Но я, как и ты, должен ставить во главу угла свою семью. Мне нужно время подумать. Точнее, оплакать брата и остальную семью. Я обещаю дать ответ через несколько лет. Несколько лет? Другой срок был бы ложью. Сначала я должна понять, для чего теперь живу. Теперь я пойду. Уже поздно. Я... А предрассветное пробуждение – одна из немногих вещей. Что еще приносит мне радость? Леди Ролан прощается с тобой и идет к себе. Ты останавливаешь ее в дверях. Рлина! Что? Место в Совете твое в любом случае. К концу месяца об этом будет объявлено публично. Спасибо, Яни. Надеюсь, что это поможет тебе найти себя. Доброй ночи, моя дорогая. Угу. То есть, леди Ролан хотели на нас женить. А она вообще дала ответник. День два. Покое принца. Утро. Вокруг тебя вьется множество слуг. Они прихорашивают и одевают своего будущего короля. Естественно, тебе уже случалось облачаться в роскошную одежду, но столь серьезные приготовления для тебя в новинку. В дверях появляется королева Габриэлла, а она осматривает твой наряд. Мой мальчик, ты выглядишь просто прекрасно. Как и подобает королю. Твой отец тоже великолепно смотрелся в праздничных одеяниях. Спасибо. Мне тоже нравится наряд. Надеюсь, что он не испортится во время пира или прогулки. Ну точно. Ты же собрался устроить гуляние с простым народом. Не устроить гуляние, а поприветствовать людей на главной улице. Ты зря беспокоишься об этом. Ничего страшного не случится. Просто будь бдителен. Я не хочу потерять и второго близкого мне человека. Небольшое молчание. Волнуешься? Нет. Во всяком случае, не из-за коронации. Через нее проходил каждый король. Меня больше заботит то, что будет после. У нас столько насущных дел и проблем. Главное, не забудь сказать всем, что ты во что бы то ни стало найдешь убийц короля Герарда. Мне казалось, что совет оставил за мной выбор того, какую речь произнести. Не важно, что они сказали. Никто из них не член королевской семьи. Им не понять. А как же лорд Вайл? Вальтер настолько невежествен, что я уверен, что не знает имен королей даже дальше трех поколений. Кстати, как звали твоего прадеда? Такое дальнее. Родство в любом случае не считается. Его вамилия Валь не Альман. Пойми одну. Короне позволено много вещей, но не казаться слабой. Ты просто не можешь допустить, чтобы убийцы твоего отца остались безнаказанными. Твой совет ценен для меня. Спасибо, но я скажу то, что мне подсказывают разум и сердце. Что ж, пойду займу свое место в тронном зале. Пора мне снова знать просто леди Габриэлы. Думаю, что тебя тоже там все ждут. И королева уходит. Слуги заканчивают готовить тебя к церемонии. Ох, ребяточек, гулянка начнется. Мой принц, на пару слов. В коридоре ты встречаешь Арне Моро. Странно, ведь он должен быть с остальными в тронном зале. После у нас едва ли будет время, поэтому я решил уличить момент до коронации, чтобы выяснить, что случилось с королем Герардом. Моим людям приходится устраивать допросы. И, по моему мнению, они также должны быть проведены со всей высокопоставленной знатью Альхоума. И? Вы уже назначены ответственными за расследование. Это значит, что у вас есть мое разрешение. Да, но ваша приближенная отдельная тема. Без вашего прямого поручения мы получим лишь скандалы. В конце коридора ты слышишь сливающиеся в шум голоса собравшихся в зале людей. Кажется, что они начинают задаваться вопросом, почему их будущий король долго не появляется. Я составил список людей, которым без вас мне не получить доступ. Выбирайте из него одного человека в день. На следующие сутки я буду передавать вам полученную информацию. А вы будете делать следующий выбор. Договорились? Давайте начнем сейчас. Много времени это не займет. Окей. Кого мы прощупаем в первый раз? Советница Эрлина Ролан. Да, это вот это вот самое, да? Давайте, может быть, с нее и начнем. А то она что-то как-то нос воротила. Как пожелаете, мой принц. Спасибо, что уделили время. Теперь я спокойной душой займу свое место в зале. Орне уходит, чуть погодя, поразмыслив над тем, как будут реагировать на допросы, приближенные к тебе люди. Ты и сам начинаешь идти в сторону тронного зала. Как расследование? Есть расследование. Все готово к твоей коронации. 16 альманов сидели на троне, который уже сегодня займешь ты. Ты входишь в тронный зал и сразу же ощущаешь на себе взгляды всех присутствующих знатных лордов и леди. Они располагаются по своему статусу. Самые влиятельные ближе к трону. Твоя мать стоит подле трона. Рядом с представителем церкви. И держит в руках корону. Организацией церемонии и всеми процессами руководит советник Лессинг. Он уже отдал указания всем слугам и сейчас стоит около ступеней близ тебя. Ты поднимаешься и встаешь перед троном. Спиной к нему. Слуги, стоящие по краям зала, опускают рычаги и механизм открывает в потолке круглое отверстие. Солнечный свет проливается точно на тебя. Это символизирует благословение твоего правления богом. Наверное, было бы неприятно, если бы день выдался пасмурным. Королева Габриэла передает корону церковнику. Тот подходит к тебе. Ты наклоняешься, чтобы он смог водрузить ее тебе на голову. Твой взгляд падает на статую, стоящую прямо напротив. Даже кажется, что ты встретился с ней глазами. Корона на твоей голове. Ты выпрямляешься, а церковник громко объявляет. Да здравствует король. Весь зал хором вторит ему. Отверстие в потолке закрывается. Ты делаешь два шага назад и садишься на трон. И все начинают хлопать. Церковник объявляет, что наступил черед присяги. Кланяется тебе и занимает свое место в ряда к знати. По традиции, вначале клятву верности дают живые родственники. Потом советники, затем те, кого персонально потребует король. Остальные делают это хором. Твоя мать встает перед тобой и без поклона начинает говорить. Я, Габриэлла Альман, торжественно клянусь верности своему любимому сыну. И обещаю всячески способствовать тому, чтобы его правление было успешным. Ты улыбаешься и киваешь своей матери. Она спускается по ступеням и встает в первом ряду. Твои советники, естественно, заранее оговорили порядок, в котором они будут давать присягу. Первым выходит Вальтер Вайлл, в отличие от королевы Габриэлла. Каждому из советников полагается давать клятву на преклоненном колене. Я, Вальтер Вайлл, клянусь служить нашему новому королю. Даю слово, что и впредь буду стараться на благо династии Альман до конца своих дней. Можете встать, лорд Вайлл. Я принимаю вашу клятву. Спасибо, мой король. Вальтер занимает свое место. Следующим идет Норберт Колос. Я, Норберт, из рода Колосов, клянусь верности короне и нашему новому правителю. Мои земли, мои люди, мой меч, мой разум в вашем распоряжении. Да будет долгим правление нашего короля. Спасибо, лорд Колос. Для меня есть... для меня честь иметь такого советника. Теперь черед Бедивира Лессинга. Он, ввиду своей особой роли в организации коронации, не сходит с места. Поклонившись, клянусь верности, Болторес, нашему новому королю. Можете выпрямиться, лорд Лессинг. Ваша клятва принята. Завершает эту часть церемонии Эрлина Ролан. Ага, вот, вот. Вот она. Вот мое обещание королю, Болторес. Как наш бог беспрерывно смотрит на нас с небес, так и я буду всегда следовать вашим приказам и помогать короне во всех начинаниях, во благо нашего народа. Станьте лидером, надеюсь, что вы долгие годы будете помогать мне в достижении процветания в королевстве. Советница Ролан возвращается на свое место, после чего весь зал хором произносит «Клянемся верности нашему королю». В первые годы существования Эрлинии нам приходилось тщательно выбирать, на что мы будем делать упор в ближайшее время. Какое именно направление деятельности предпочтем? Как будем выживать? Как вы помните, мы решали это каждый год. Сейчас условия в королевстве намного лучше и такой необходимости больше нет. Однако традиции есть традиции, поэтому давайте послушаем, какой курс развития выбрал для нас король Болторес. Ой, бля, бля, как звучит король Болторес? Я думаю, что нам нужно заняться народом. Об этом я говорил еще в прошлой серии. Народ, потом поиск убийцы, экономика и стабильность, ну как бы... Надо все-таки народ-то поддержать, а то что он там разъяренный после того, как мы всех шмонали и допрашиваем. Надо его успокоить. Мои советники предложили мне несколько хороших вариантов, но самым важным сейчас я считаю заботу о нашем народе. Его жизнь должна стать лучше по самым разным причинам. Во-первых, люди этого заслуживают. Во-вторых, о королевстве судят не по нашим богатствам, а по благополучию простых людей. В-третьих, нужно понимать, что мы зависим от них не меньше, чем они от нас. Мудрые слова. Мудрого царя. Это трудно постижимая истина, но она такова. И потом, я любил своего отца, но за свое правление он практически ничего не сделал для народа. Однако ни одного бунта или восстания не было. Надо отблагодарить людей за терпение. Такова моя воля. Забота о народе будет важнее прочего. Церковник произносит, да здравствует король болтарес, ты садишься на трон. Зал аплодирует, после чего лордам и леди разрешаются сойти со своих мест и начать разговаривать. К тебе подходит советник голос. Мой король, над дворцом наверняка уже подняли флаг, возвестив о вашем воцарении. Вы готовы поприветствовать народ? Да. Давайте дадим слугам возможность подготовить все для пира. Пройдемте со мной на балкон. Нужно выказать уважение народу, собравшемуся около дворца. Я думаю, народ будет рад и, скорее всего, даже счастлив, что я буду о нем заботиться. Ты в окружении многочисленной свиты поднимаешься наверх. Людей около тебя столько, что не представляется возможным понять, кто именно пошел с тобой, а кто нет. Не доходя до большого королевского балкона, знать останавливается. Дальше ты идешь один. Народ, собравшийся у стен дворца, увидев тебя, стихает. И что же мы скажем? Ну, развернуться и уйти, это, конечно, неприемлемое поведение для короля. Поднять правую руку и помахать. А если они подумают, что я кинулась зигу, может быть, не станет. Не станем мы этого делать. Поднять вверх две руки и громко сказать «Привет, люди Ревинии». Давайте, давайте, наверное, помашем руками и заговорим. Я думаю, это неплохое начало. В ответ раздаются аббации. Некоторых королей до тебя приветствовали лучше, но видно, что народ заждался правителя, который будет рад их видеть. Ты остаешься довольным реакцией своего народа. И все, что ли? Пообщались с народом, называется. Вы переходите в королевскую трапезную, где все готово к пиру. Ты занимаешь место в центре стола, стоящего посредине зала. По традиции, тебе дают время выбрать своих фаворитов на время пира. Тех, кто будет сидеть по обе руки от тебя. По обе руки от тебя. Кто с нами будет сидеть? Ну, я думаю, давайте мать, наверное, посадим. Давайте посадим мать. Посадим мать, а потом мы посадим летописца. Вот, почему бы и нет. Хуяный набор. Мама, присаживайся. Хорошо, сынок. Кто-то наверняка назовет это проявлением несамостоятельности, но тебе... Все равно. Хотя я хотел по-другому сказать, но потом остановился. Вдруг мой, Нера, прошу... Вдруг мой, Нера, прошу, присоединяйся ко мне. Что ты там сжмешься-то? Так же за один стол с тобой садятся самые высокостатусные лорды и леди. Остальные занимают места в неизвестном тебе порядке. Ты тоже решил, что нам надо поговорить отдельно от остальных? Наедине мы оказаться не можем, но посадить тебя рядом с собой на перу лучше, чем ничего. Как ты? Это говорю, кстати, я. Вы с отцом были вместе много лет, и мне остается только догадываться, насколько тебе сейчас тяжело. Могу сказать, что приняла произошедшее. Понимаю, что больше никогда не увижу Герда на то, чтобы пережить случившееся и унять боль уйдет много больше времени. Спасибо за честь, мой король, но неужели вы не придумали более подходящей кандидатуры, чем я? Брось, Нера, ты полностью заслуживаешь сидеть на этом месте. Пир продолжается, и все идет хорошо. Кто-то упоминает, что ты распорядился дать еду, которая останется после пира простым людям. Все одобрительно хлопают. Открывается одна из боковых дверей, в нее входит верховный врач Якуб. Стараясь никому не мешать, он по краю зала обходит пирующих и подходит к тебе. Поздравляю вас, король болторез. Жаль, я не был свидетелем вашего захода на престол. Да, ладно, спасибо, Якуб. Ну, если подумать, я и правда тебя сегодня не видел. Что помешало тебе присутствовать? А вы не в курсе? Странно. Ваша мать королева. Леди Габриэла велела мне проводить осмотр тела короля Герарда. И не выходить из своей лаборатории, пока не закончу. Собственно, поэтому я и пришел к вам. Мне удалось выяснить причину смерти. Если желаете, можем пойти в мою лабораторию прямо сейчас. Только нам понадобится несколько часов. Окей. А что ждать? Естественно, я пойду прямо сейчас. А леди Габриэла и все, кто мог слышать Якуба, замолкают и смотрят на тебя в ожидании реакции. Конечно, я не буду ждать до конца дня, потому что, ну, хер его знает, что там с ним может произойти. Может быть, труп затухнет, потом вонять будет, зачем это. Поиски убийц моего отца не терпят отлагательств. Конечно, я немедленно пойду с вами. Мой король, быть может, стоит подождать до вечера. Позвольте себе отпраздновать свой собственный заход на престол. Как вы смеете, лорд Лессинг? Будете пытаться отговаривать не от поисков ответственных за смерть короля Герарда? Я бы никогда не посмеялся. Так-то лучше. Вы же назначили человека для расследования. Вот он пускай и идет с Якубом. Ничего королю делать в стариковской лаборатории. Арне Марко встает из-за стола. Глупости. Якуб в конце дня все передаст. Кому будет нужно. Иди, сынок. Беруйте, если хотите. Мне же нужно узнать, что случилось с отцом. Смотрите, как разволновались. Некоторые. Я это запомню. Жестом подозвав к себе охрану, ты отправляешься в одно из самых отдаленных помещений первого этажа, где Якуб и его студенты круглосуточно ведут свою деятельность. Ты знаешь верховного врача Ревинии с рождения. Якуб уже много лет лично следит за здоровьем каждого члена королевской семьи. До этого он был преподавателем в университете Альхоума. Большому счету именно со студентами у всех ассоциируется имя Якуба, так как его ученики всегда получают хорошие места в замках и городах. За последние 10 лет никто из знати не видел верховного врача без маски. О причинах этого знают разве что только его студенты. Якубу больше 80 лет и возможно, что так он старается продлить свою жизнь. Хотя также возможно, что с его лицом что-то произошло во время какого-нибудь опыта. Ты входишь в кабинет Якуба. Как обычно, в дальней комнате над чем-то трудятся несколько студентов. Сам врач встречает тебя в дверях. Мой король... Проходите, прошу. Не обращайте внимания на ребят, они не подслушивают. Тело короля Герарда отсюда уже вынесли. Скоро ваш отец будет захоронен в землях рядом с другими альманами. Простите, если это прозвучало неправильно. Я не имел в виду ничего такого. Ты сказал, что выяснил причину смерти моего отца. Я тебя внимательно слушаю. Скажите, вам знаком этот кубок? Якуб дает тебе питьевой кубок короля Герарда. Да, это подарок лорда Бреттона. Мой отец постоянно брал его с собой на трапезы. Первым делом мы осмотрели тело короля Герарда на предмет повреждений. Но ничего не нашли. Даже ушибов от падения нет. Затем мы исследовали рот и содержимое желудка. В них, помимо остатков еды, обнаружили кое-что еще. Сделать это, к слову, было достаточно просто. Мы нашли следы яда. Король Герард без сомнения был отравлен. Значит, заговор. Причем яд попал внутрь в чистом виде. Отдельно от еды или воды. На кубке его следов нет. Об отсутствии синяков я тоже не просто так упомянул. Гарантирую, что яд был быстродействующим. В общем, предположу, что было так. Вашего отца держали. Влили ему в рот отраву. Дождались, пока оно подействует. А после положили его на пол и ушли. Делали это по меньшей мере трое. Ты сможешь выяснить, что это был за яд? Да, но потребуется еще некоторое время. Предположу, что два-три дня. Собственно, откуда у тебя этот кубок? Мой отец всегда держал его в спальне. Мне принесли его люди. Как же его зовут? Ну, этот. Ваш толстый совет. Точно, Вальтер Валь, через несколько часов после смерти вашего отца пришли двое и дали мне кубок. Сказали осмотреть его и никому не говорить. Ну, не буду же я скрывать правду от своего нового короля. К тому же, с чего бы мне слушать лорда Валь? Я королевский врач, а не его слуга. Ты все правильно сделал, что рассказал мне. Как говорится, служу короне. Ты, погрузившись в думу, направляешься к выходу из лаборатории. Кстати, с момента, как мне принесли тело короля Геррада, меня не оставляет один вопрос. Как королева, леди Габриэлла не заметила отсутствие мужа в своей постели? Ну, наверное, не услышала, как он стал. Какая еще может быть причина? О-о-о, но я знаю вашу мать очень хорошо. Как-никак, столько лет наблюдая за ее здоровьем, леди Габриэлла всегда отличалась неспокойным чутким сном. Лекарства, что я даю ей, особо не помогают. С медицинской точки зрения, я скажу, что ваша мать не могла не услышать шаги короля и скрип двери. Вот оно как. И какой же вывод ты предлагаешь мне сделать? Раз она не спала, то могла что-то слышать. Вдруг в эту ночь где-то рядом открывались двери чьих-то покоев. Поговорите с леди Габриэлла через день-другой. Успокойный разум охотнее вспоминает детали. Ты покидаешь Якупа. Визит к главному врачу оказался полезнее, чем можно было представить. Подождите, а если наша матушка вообще в этом замешана? Моя матушка и вот этот жирный Вайль. Наступает очередь прогулки. К королевскому саду ты предпочел главную улицу города. Слуги уже выслали дорожку и сделали коридор, вокруг которого собрались люди. Пока есть возможность, ты можешь сменить своих фаворитов, чтобы во время прогулки с тобой беседовал кто-то другой. Сменить можно, да? Так, ну летописец мне не нужен. Мать Габриэла Альман. Ай, то есть я должен сейчас выбрать одного, с кем я буду идти и разговаривать. Давайте с вот этим жирным поговорим. Интересно, что он мне скажет. Жирного возьмем и... Так, Ирлину не хочу. И возьмем генерала армии вот. Генерал Моро, за эти два дня вы славно потрудились для нашей безопасности. Пройдем здесь со мной. Конечно, мой король. Лорд Вайль. Ну-ка иди сюда, пухляш. Хорошо, но предупреждаю, мне уже не так легко даются затяжные прогулки. Вот поэтому я тебе и взял. В молодости ты бодро колесил из королевства в королевство. Ворота открываются, и ты со своей свитой выходишь на улицу. Народ приветствует тебя криками и бросает воздух конфетти. Вы не спеша движетесь по городу. Тебе предоставляется достаточно времени оценить состояние твоих владений. Должен сказать, что все не так уж и плохо. Я боялся, что улицы будут выглядеть хуже. Хотя мы в центре города. Позже нужно будет взглянуть и на другие кварталы. К тебе обращается советник Валь. Знаю, что вы не любители рутины. Старайтесь пропускать разные процедуры. Одевайтесь сами и тому подобное. Однако уже завтра этой рутины станет существенно больше. Вы же теперь король, а короли всегда заложники своего плотного расписания. Завтрашний день начнется с приема просителей. Коих будет много. Еще бы. Как не захотеть прийти с поклоном к новому королю. Я знаю, что это ваша родная тема. Но прошу, расскажите лишь в общих чертах. Для подробных бесед об этом у нас и есть заседание совета. Тогда самое-самое важное и главное. Нас никто не ненавидит. Мы ведем торговлю с каждым из ближайших королевств. Горный хребет, на удивление, никуда не делся и все еще ограничивает наши возможности. Так что мои мысли устремлены на северо-запад. На море. Что до реакции на кончину короля Геральда ее еще не было. Полагаю, на днях начнут прибывать гонцы с соболезнованиями и подарками. Скажите, вы правда верите в легенду о статуе? Ну, конечно же. Иначе зачем она там вообще стоит? Вы чтобы люди верили в нее? Ты позволяешь Вальтеру отвлечься от тебя. Произошедшее с моим отцом вынудило нас пойти на несколько крайних мер. Мы не сильно затруднили вас с дополнительными обязанностями. Ну, ничего такого, с чем я и мои люди не можем справиться. Хотя есть и некоторые сложности. Какие? Я люблю, когда все подчинено единому центру. Например, армией командую я, вы командуете мной. Все просто и понятно. Во дворце уже у некоторых лордов подчинений есть свои вооруженные люди. Я не могу их контролировать, не могу убрать из комнаты, даже следить за ними не могу. Подчиненные каких именно лордов создают наибольшие сложности? Лорда Вайль и лорда Колоса. Колоса, ваше величество. Если с людьми Норберта иногда удается договориться, то солдаты Вальтера постоянно дерзят и провоцируют нас. Один мой офицер просто хотел поставить караул около покоя в семье советника. Так дело чуть было не дошло до потасовки. Могу ли я чем-то вам помочь? Просто знайте, если с этими двумя что-нибудь произойдет, вины моей или моих солдат в этом нет. Продолжать разговор с кем-то из фаворита становится невозможно из-за шума толпы. Остальную часть прогулки ты проводишь, осматривая территорию и людей, лишь изредка обмениваясь парой слов своей свитой. По улице, специально украшенной к твоей коронации, ты не можешь судить о состоянии города. Да и люди, осчастливленные праздничным событием, не могут дать тебе объективное представление. Быть может, завтрашние просители натолкнут тебя на какие-то мысли? Когда, наконец, становится совсем темно, процессия сворачивается, и ты возвращаешься во дворец. Ты смотришь на лица своего окружения. Большинство выглядит уставшими, но довольными. К тебе подходит советник Лесинг. Как распределить сегодняшних торжеств, я не могу не спросить. Желает ли мой король еще каких-либо увеселений? Пожалуй, нет. А че нет? Подожди. Я хочу... Я не пировал, я не гулял по городу. Я хочу увеселений. Можете объявлять празднование о законченном. Мне известно о рутине и обязанностях, которые ждут меня с завтрашнего дня. Лучше подойти к ним с полным запасом сил. Как скажете. Спасибо, лорд Лесинг. Вы можете отдыхать, вы это заслужили. Я полностью доволен тем, как прошли коронации и сопутствующие мероприятия. Выражаю вам личную благодарность за такую успешную организацию. Бедивир делает поклон и уходит. Поразмыслив, ты решаешь пойти в свои покои. Изредка встречая в коридорах дворца людей, в ответ на поклоны ты удостаиваешь их кивком головы. Слуги только что закончили вечерние приготовления и ушли. Стоя в дверях покоев, ты слышишь шаги. Ты оборачиваешься и видишь летописца Нера, медленно идущего в твою сторону и несущего что-то в руках. Мой мальчик, я просто не мог не поздравить тебя лично. Твои поздравления мне очень цены, Нера. Что это у тебя в руках? Неужели никогда ее не видел? Это королевская доска. Она сохранилась с момента основания Ревинии. Ее вырезали лично для Вольдо Альмана. А, собственно, нахрена она нужна? С ее помощью Вольдо разбирал насущные вопросы, хранил важную информацию и делал заметки о своих подданных. После него ей никто не пользовался. Большое упущение, на мой взгляд. Вместо этого твои предки решили сделать для королевских распорядителей стол такой же формы, а оригинал отправили храниться в библиотеку. В общем, я хотел бы отдать доску тебе. Надеюсь, ты найдешь уместным ее использование. Что ж, спасибо, Нера. Я правда постараюсь соответствовать своему предку и найти в ней пользу. Согласно современникам короля Вольдо, он часами мог размышлять над доской, после чего всегда находил правильное решение волновавшего его вопроса. В общем, я уверен, что в ней точно должно быть что-нибудь эдакое. Интересные книженцы. Что я могу здесь сделать? Есть ветка. Факты. День первый. Я решил раздать остатки еды простым людям. Я объявил, что важнее всего будет... Да, но пока мы, слушайте, ее прям за народ топим прям как надо. Это что? Принятые решения. Я оставил Ральфа Рогана следить за безопасностью дворца. Я велел прекратить допросы на улицах и решил раздать остатки еды простым. Я что, важнее всего, будет забота о народе. Ага. Ну-ка, если мы сейчас протыкаем жирного. Советник по международной политике и твой дальний родственник. Подождите. Было сказано, что я могу... Вальтер заявил, что верит в легенду о статую, но за что корольскую мать против. Вальтер бесцеремонно покинул совет. Мне сказали, что я могу здесь оставлять какие-то записки. Какие-то заметки. Почему я не могу этого сделать? Они появляются только после того, как мы что-нибудь решим. Окей. Спасибо за книгу. Нер откланивается и уходит. Ты, закончив осматривать королевскую доску, входишь в спальню и начинаешь готовиться ко сну. По традиции узнать есть возможность попросить у короля вечернюю аудиенцию. Сегодня, видимо, этим правом решила воспользоваться твоя мать. Правда, делает она это без стука и разрешения. Слушайте, а может быть мы прямо сейчас, так сказать, по горячим следам зададим-ка ей вопросик. Лидия Габриэла входит в покой и закрывает за собой дверь. Видно, что ее переполняют эмоции. Тебе понравилось, как прошел день, мама? Мы с Гердом прикладывали усилия для того, чтобы ты вырос начитанным. Разрешили проверить... Разрешу проверить, преуспели ли мы. Скажи, что ты знаешь об Орде Кейтес? Это орден врачей, лекарей и прочих людей этой направленности. Он имеет свое представительство почти в каждой известной точке мира. Его члены значительно превосходят в умениях и возможностях обычных докторов. Что говорить, если наш главный врач Якуб относится к Орде Кейтес с глубоким уважением и охотно берет себе в студенты молодежь оттуда? А что случилось? Не о медиках же ты пришла поговорить перед сном? Молодец. Следующий вопрос. Ты знаешь, чем полезен именно для нас Орда Кейтес? Прекрати это, пожалуйста, и скажи мне, зачем ты пришла? Их работа помогает предотвращать эпидемии. Лордам и Лидия они оказывают помощь лучше которой не найти. В общем, Орда Кейтес делает очень многое. В том числе они любезно предоставляют каждому городу палача. Подумать только. Раньше ими были не пойми кто, а теперь везде настоящие профессионалы. Особенно тот, что у нас в столице. Мама. Она меня пугает, ребят. Я пришла, потому что хочу, чтобы ты воспользовался услугами нашего прекрасного палача и казнил гвардейцев, которые сейчас в темнице. Если Ральф Роган скажет хоть слово против этого, казни и его тоже. Хотя нет, казни его в любом случае. Это будет слишком. Твой отец был убит прямо в тронном зале. Что еще тебе нужно, чтобы начать действовать? Теперь ты волен делать все, что хочешь, но знай, что я не одобряю ни единого решения, которое не ведет к поимке и наказанию убийц Герарда. Леди Габриэл разворачивается и быстро выходит на эмоциях, оставив дверь открытой. На этом закончился твой день. Ты решил не позволять эмоциям и размышлениям сильно отвлечь тебя и поспешил заснуть. Тем не менее, ты ненадолго задумался об отце, иногда тебе доводилось слышать, как король Герард ругался на необходимость проводить через одни и те же приготовления, нужные, чтобы выглядеть величественно. Задав темноте вопрос, раз все короли так ненавидят свой распорядок дня и свои обязанности, то зачем они себя ими обременили? Ты засыпаешь. Слушайте, очень странная матушка у нас. Папа, почему нам надо уезжать? Это же награда от самого короля. Никто не смеет отказываться от такого. Но я люблю деревню. В этих землях вся наша жизнь. Люди здесь просто обожают тебя за то, что ты лечил их долгие годы и за то, что вступился за всех них. Говорит Габриэл в детстве. Мы переезжаем в Альхоум, в столицу, во всей Ревине и нет места прекрасней. Наша семья была награждена лучше, чем можно было рассчитывать. Если это награда, тогда зачем здесь солдаты? Для нашей защиты. Мы теперь семья с знатной фамилией Бертель. Как звучит-то? Ты все собрала? Да, папа. Умница. Запомнила, что я тебя просил? На твоих глазах появляются слезы. Ты смахиваешь их крохотными ладошками. Но почему мне надо менять его? Ты дал мне хорошее имя. Я не хочу другое. Это для того, чтобы у тебя было будущее мечты. Ты без сомнений вырастешь красавицы и на тебя захотят жениться многие знатные люди. Когда-нибудь могла подумать, что выйдешь за лорда, а может быть даже за принца. Тогда у тебя будет вообще все, что захочешь, но такое будущее не откроется кому-то с именем простолюдина. Итак, как тебя теперь зовут? Габриэлла. Не просто Габриэлла, а Габриэлла Бертель. Наличие фамилии невероятно важно. Габриэлла Бертель. Молодец. Теперь иди найди маму, брата и всех остальных. Дом становится туманным. Образ отца расплывается. Ты просыпаешься в слезах. Она в постели. Тебе не хочется возмущаться, не хочется высказывать недовольство плохим сном. Ты просто плачешь, как и всегда. А разве что больше рядом с тобой нет Герода, который хотя бы пытался успокоить. Ну, теперь я уже сомневаюсь, что наша матушка каким-то образом вообще была замешана. Но на самом деле это все очень-очень странно. Я так понимаю, что наступает у нас третий день. Прошел сейф. И давайте мы пока на этом остановимся. А что будет дальше, естественно, узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Ставьте лайки. Всем пока.